Наступило время пройти сквозь горы и приблизиться к нашей цели и разобраться, что тут происходит у нас. Так, Калибр заходит. Падать будет больно немножечко. Маунтайн пасс, спасибо за указатель. Сразу же сектантов, группа целая. Опа! Решительный выстрел. Насколько им хорошо залетело, непонятно. Всех положил. И горы стали уже чуть-чуть ярче. Смотрите, древние руны ацтеков нас ждут впереди. Летит выстрел еще. Я не попал ни разу. Давай из Напалмаланчера сразу туда жахну. Ну вот как-то плохо получается. Не, хорошо зашло. Парням стало тепло и уютно. И деревья растут. Кстати, деревьев почему-то нет в этом каньоне. К лавуду лежит. Плохие предчувствия. Плохие предчувствия сбываются. Где же противники? Он стрелял. А, вон они там где-то. Ну давай. Так не получится. Где-то он стрелял. И он будет стрелять. Они в окнах. Очевидно, в горах они сделали себе какой-то... Ох, ничего себе тут телепортер. Опасно, говорят. Хе-хе-хе-хе-хе. Очень опасно. Щит заберем. Щит не могу забрать, потому что у меня и так полный практически. Хорошо. Но надо, наверное, тут сохраниться перед тем, как встановиться на эту кнопку. Ничего не происходит, Калибр. А что, три секрета нас тут ожидает, и противников не так уж и много. Куклу Вуду мы потом, наверное, заберем. Ну погнали. Тут надо аккуратно спрыгивать. Оп. ТНТ Эвилюшн Будет на канале уже записано, кстати. ТНТ Эвилюшн Не волнуйтесь, все, кто ждет. Выстрел и взрыв. Давай из напалмоланчера уже начинать жахать, потому что надоело панькаться. Тут ловушка, вероятно, будет. Куда ты уходишь? Я тебя не отпускал. Склад какой-то. Готов? Еще сверху автоматчик. Двое. Все зажигаю просто сегодня нереально. А тут кто? А мистер Толстячок? Давненько с вами не играли. Хе-хе-хе. Башка прилетела сюда. Красная кнопка? Тут это взрывчатка все, да? Артефакты? Нет, это древние артефакты. Здесь просто были раскопки. Просто были какие-то раскопки. Что ж, культ тут копает. Надо это выяснить обязательно. Я нажал, и меня приводит это ящик. Ящик-подъемник. Тут должна быть тоже кнопка. Жму. И никто не появляется. Ну-ну. Но кто-то должен появиться обязательно. Потом мы приготовим Томми. А вот и горгулья. Отродье сатаны. Выстрел из дробовика просто в лицо. Горгулья, горгулья номер два. Пару флайеров можно дать. Баллончик есть у меня. Баллончика нету, да? Есть баллончик. Сейчас мы тебя подожжем. Немножко. Не могу ее поджечь. Из дробовика туда добавим, и все. Да стреляет по мне кто-то. Готов. Так, горгулья горит и сгорает в огне. Не святом. И горгулья готова. Но ребята тут и скульптур серьезно организовали делегацию. Кнопка будет, да? Что делает? Отпирает лифт. Лифт, наверное, нужно поднять, и кто-то к нам прибудет. Посмотрим. Падать все еще очень больно. Секреты надо искать начинать. Во-первых, тут дверь. Хороший, плохой. Главное у кого ружо. Правильно? Я думаю, правильно. Плащ-невидимка. Я буду твоей тенью. Ха-ха, вы не видите, кто это делает? Кто же это? Кто же это так ворвался решительно? Сколько? 65%. Надо еще решительнее всех стрелять. Тут всех взрываем. Этот увидел меня. Он загорится и погибнет в муках. Я вышел на начало. А, я вышел через второй проход. Чего мы добились? Мы тут лифт только открыли. Тут, возможно, не ловушка, а ключ просто появится. Флэйра надо пополнить запас. Ну, уровни какие-то не особо и трудные. Но хотя сейчас посмотрим, кто тут появится. Я на изготовке. Даже могу застрейфить быстро и решительно. Ничего не появляется. Надо готовить тогда Томми. Спускаемся вниз. Сейчас будет. По карте можно определить, куда нам? Наверное, вот сюда. О, тут кто-то уже поработал немного. Пауки будут. Интересная такая коробка. А тут что-то будет? Стена отличается. Секреты потом поищем. Естественно, это они. Это они. Это господа пауки. Они готовы. Главное, чтобы самой паучихи не было. Проклятой. Очередные руны ацтеков. И ребята. Совершают свой обряд. Стреляют из Томми. Один готов. Второму летит. Попадают по мне. Сносят щит потихоньку. Маринайн фирмус. Там телепорт вижу, кстати. Тут может кто-то быть. А ну давай отправим. Никого нету. Немного опасно. Томми еще не забрал. Томми 500. Отлично. Томми по кличке 500. Нужен ключ. О, тут какие-то рунические ключи нам нужны, чтобы проходить. Калиб во всем разберется. Автомат вечный, да? Я тут забрал автомат. Наверное, осталось от кого-то. Барабаны еще лежат. Телепорт опасно прыгать. Там может и поджидать, не знаю. Опять-таки, мефистофель сам. Этого не хватает вам? Вот так вот. Не-не-не, вода поднимается. Я поспешил, по-моему. Погрузиться не могу. Мы поднимаемся куда-то наверх. Сейчас нужно будет среагировать. Поднимает меня куда-то. А, меня поднимает прямо сюда к телепорту. Ну все, я забрал ключ. Как-то все очень просто и лихо проходит. Ключ сработает здесь? Ключ сработал. Ключ, о-ка, вот оно что. Значит, на первом ключе, который мы видели, там ключ черепа нужен. А вот здесь что делать? Не только не говори, я не допрыгну. Я не допрыгну. Ботинков у меня нету. Ключ у меня ровно один. Может, в телепорт опять не следует сходить. Зашел в телепорт, он приводит сюда. Придется прыгать. Оп! Я допрыгнул. Ловкач. По имени Ловкач. А, давайте. Не будем спешить, но я хотел Теслу забрать. Патроны есть. Ну ладно, Теслу потом заберем. Мост немного ненадежен. Перестрелка на мосту нас ожидает. Всех сжег просто в священном огне. Работает мистер Один. Вот тут надо будет прыгать конкретно. Мы ловко запрыгнем. Вот и все. Следующая дверь. Хо-хо-хо-хо! Это заявка! Мне так кажется, так как бы в двери не погибнуть. Достаю. Серьезный артефакт. Давайте сюда бомбу сбросим. Там никого нет. Свантосы дают все просто. Дают большой бронежилет. Несколько горгулей. Ваганыч, следует зажигать. Незамедлительно просто. Все, они готовы. Еще одна осталась. Ваганыч в ударе сегодня. Горгулья готова. Как же это круто. Эти древние руины и руны и пирамиды. Вниз можно спрыгнуть. Заберем на палмаланчер для начала. И попытаемся вниз аккуратненько спуститься. Накоцался. Что поделаешь? Ключ я новый забрал. Забрал ключ ока всевидящего. Вернулся опять-таки на начало уровня. И отсюда мы можем выйти в телепорт, который ведет сюда же. Значит, мы пойдем куда-то сюда, по шорткату, так называемому. Придем в начало уровня. Там, вероятно, появятся противники, которых 58 на уровне. Стало чутка побольше. Здесь сейчас может быть делегация. Приготовим мистера Томми. Мистер Томми, что скажете? Никто что-то не появляется. Мне кажется, тут ключ должен какой-то появиться. Я вышел на улицу, а я отсюда не допрыгнул. Тут, правда, сердца еще есть. Мне надо понять, куда мне ключ применять. Здесь я все сделал, да? Артефакты. Да, здесь я сделал все. Но блуждания у нас небольшие намечаются. Это коридор. Тут кнопку мы прожали, открыли лифт. И таким образом я спустился. Строгое ощущение есть, что... Какой-то секрет, ребята, посмотрите. Потому что темная комната. А ну, прожмем. Нет, ничего не открывается. Еще тут нету в катакомбе. Строгое ощущение, что нужно на начало вернуться. Тут еще телепорт. Возможно, в него и надо прыгнуть. Давайте попробуем. Ключ черепа. Собственно, я на верном пути. О, сейчас опасно. Сейчас опасно. Они урона наносят очень много. Стрелять. Убить надо хотя бы одного. Одного убил, сейчас уже полегче. Прояви себя. Готов. 90 хп остается. Следующая дверь. Отпираю. Ну и тут надо опять прыгать будет. Так. Я не знаю. Давайте я туда засандалю сразу вот так. Потому что прыжки, вы знаете, что не самая сильная моя сторона. Там какая-то ерунда лежит неприятная. Прыжок совершаю. Намекают на Теслу. Мост очень ненадежен. Ключ огня нужен. Мне нужна ключа. Ах, что ты будешь делать? Ты пойдешь искать ключ огня? Не иначе. Сюда и рано пришел. Патроны еще можно забрать. Куда же мне туда идти? В таком случае. В таком случае надо возвращаться вниз. За ключом огня. Не иначе. Давайте тогда разбираться. Логику чуть-чуть включать. И секреты искать тоже не помешает. Дверь от стеков. Я взял ключ ока, применил, зашел. Тут лифт. Отсюда я перепрыгиваю. Еще патроны для Теслы. Опускаю лифт. Забираю ключ черепа. Ключ черепа. Ну, он должен, по идее, привести... Он приводит в дверь, в которой нужен ключ огня. То есть, где-то я должен достать ключ огня еще. Ни одного секрета не нашел. Запрыгиваю сюда-сюда. Иду дальше по катакомбе. Тут двери отпираются. Вот тут я тусовался. Взял ключ черепа. Ага, надо сюда спрыгнуть, да? Ну, я сюда спрыгивал. Здесь больше ничего нету. Манипуляции какие-то можно произвести? Никаких манипуляций. Значит, мы аккуратно попадаем вниз. Что здесь есть? Выход на начало уровня. И проход в катакомбу, в которой я был. Выход на лифт. Да ничего тут нету просто. Просто ничего нету. И что еще можно сделать? Ну, можно попытаться погрузиться. Но погрузиться тут не выходит у Калиба. Я не понимаю, что делать. Мне нужно... Я буду искать за кадром, чтобы тут беганину не разводить. Во-первых, я нашел секрет. Я нахожусь сейчас около артефактов. Не знаю, как вам это показать, в каком месте. Но там, где было второй раз сказано, что опасно. И падать будет очень больно. Секрет вот здесь. Это сфера. Я нахожусь там, где я открыл лифт, собственно. На карте есть момент. Мышка не захватывается. Я вам не покажу так. В общем, сейчас слева там коридорчик есть. Такое ощущение, что я в нем не был. Такой крайний коридорчик. Около водопада. Ну, вернее, он не на той локации, но в принципе. Я еще один секретик вижу. Я не знаю, как туда попасть. То есть, не могу себе этого представить. Поэтому я продолжаю поиск за кадром. Телепорт выводит на двери вот эти. Но тут я ничего не могу сделать без ключа огня. Мне он нужен просто. Да, мне нужно сюда попадать. То есть, в телепорт. Ну, тут я, может быть, могу пройти. Куклу Вуду я еще не забрал. Наверх я уже тоже не запрыгиваю. Вот этот коридор. Вот он, вот он. Сейчас мы найдем все, ребята. Сейчас мы все найдем. Я возвращаюсь на начало. Я вот здесь не запрыгивал еще. Это выход Danger еще написано. Еще одна сфера. Еще один секрет. Но я брать не буду. Хорошо. На начало уровня возвращаемся. Темный коридор. Ключ огня, потому что непонятно где. Это самое начало уровня. Патроны лежат. Можно их забрать. Хоть убейте, я не знаю, где он. Ну, я вернулся вот на начало. Давайте подумаем еще логично. Я вижу еще один проход. Возможно. Это, возможно, секрет по карте. Да, запутанный уровень достаточно. Сюда нельзя падать. Тут мы были. Тут кукла Вуду. Это ясно. Сюда, если наверх запрыгнуть, то тут щит у меня и так полный. Тут ключ черепа я применил. Возвращаться на раскопки, очевидно, придется. Тут, потому что более ничего нет. На раскопках два коридора. Вот отсюда ключ огня должен выскакивать. Такое ощущение, что, может, я тут что-то не доделал. Давайте тут еще осмотрим все. Уже кнопку какую-то не прожал. Вы шутите, верно? Вы просто шутите. Знаете, как они шутят? Вот здесь мы, там, где столкнулись с проблемой ключа огня, вот тут вот мы начинаем медленно, но уверенно по бортику за ним идти. Да. Это, конечно, да. Вот он, олдскул. Олдскул. Офигительная игра просто. Просто шикарно. Ну, естественно, вы появляетесь и совершаете суицид. Совершаете суицид. Все в крови. В упор просто расстрелял. И продвигаемся дальше. Запись идет и включилась. Да, все, все, все включилось. Отличный уровень просто. Вот так вот это умели делать, конечно, игры зомби. Остают. Это ж надо было вот так вот запрятать. Никто ж не догадается. Давайте посмотрим, было ли это видно. Это не так уж и хорошо видно, честно говоря. Я хочу отсюда посмотреть. Это вообще не видно. Неплохо. Минут, не знаю, 10 я бегал. Что для олдскульной игры не так уж и много. О! Мистер Санта нас, наверное, ожидает. Давайте приготовим теплый прием для мистера Санты. Мы все любим Рождество, правда? Ох, тут сейчас что-то очень нехорошее произойдет. Сейчас здесь начнется просто кровавая баня. Так я посмотрю, когда я этот символ прожму. Тут еще телепорт, патроны выдают. Бомбы. По секретам шо? Один из трех. Лишь одну эссенцию. Ключ луны нужен. Ай, не реки. Чтоб сын сатаны прошел дальше. А чтоб ключ луны достать, это надо для начала одолеть, не знаю. О, одолеть прыжки. Масштаба, как вы поняли, невероятного. Ну, давай. Ай, Калип, шуточку какую-то. Очень медленный убийца с вилкой приближался к своей жертве. Очень медленным движением руки он засунул руку в боковой карман пиджака и достал свою вилку. Явитесь же, демоны из ада и остановите его. Что-то это было очень просто. Ключ давай сюда. Ключ луны верни. Где он? Не дают ключ луны. Ерундистика. Секретик тут однако. Секретик я вижу. Ну, давай попробуем взорвать. Интересно, где секрет. Ну, на карте есть. На карте подсвечивается. Ладно, тут, например, мы обряд совершили. Сейчас очень медленный убийца. Калип, можно продолжить историю. Достал свою вилку. В данный момент. И что он делает? Он очень медленно начинает подкрадываться. К своей жертве по имени Сойер. Мистер Сойер. Эсквайер. Джентльмен. Но, каково же было удивление очень медленного убийцы. Когда Эсквайер. Джентльмен. Мистер Сойер. Оказался еще и на придачу некромантам. А еще в два телепорта надо зайти. Надо будет еще преодолеть. Две ловушки, да? Это мы сделали. Возвращаюсь. Вот в этот теперь идем. Вот тут труднее будет, мистер Сойер, с вами играть. Смогу ли я рассказать историю до конца? Это никто не знает. Аккуратно. Калибр чуть не упал. Ох, клетка. О нет, только не это. Выпустите меня. Выпустите меня. Она же наплодит пауков. Что мне делать? Пока, значит, зажигай. Все. Мы тут вас всех зажжем, слышишь? Ее поджег. Да, эта ловушка была дичайшая просто. Даже мистеру Сойеру в самом страшном кошмаре такое не могло снится. Получи сюда, мерзкая тварь. Где ты делась? Вот ты где. Ну, а в принципе, круто они сделали, что... В основном Шиол ее звать, да? Шиол поставили. А не больших горгулий. Потому что большие горгулии очень жесткие были. А вот Шиол, в принципе, мы даем себе раду. Неплохо. Так чем же закончилась история с очень медленным убийцей? Это непонятно, потому что здесь заперто. Сейчас. Давайте посмотрим, может быть. Не, мне, очевидно, надо прыгать там, где Денджер написано. Это подсказка, что надо сигать через всю карту. Попробуем. Я не долетаю. Что ж мне делать тут-то, да? Что же мне тут-то доделать? Ну? Дверь с телепортом заперта. Открылась дверь. Отлично. И третий телепорт теперь, наверное, вот этот. Так вот, мистер Сойер оказался не просто джентльменом-эсквайером, он оказался еще и некромантом. И он достал из штанов серьезнейшее заклинание самого сатаны. И очень медленный убийца, вооруженный вилкой, его вилка взяла и прогнулась. Ключ луны и аптечка. И все, это же босса не поставите? Ну, это что-то, ребята, несерьезно, честно говоря. Хеллхаунды набегают. В таких маленьких количествах. Могли бы толпу уже поставить. Как знаете, как в серьезном сэме эти быки, когда набегают. Хотя, в принципе, толпа неплохая. Я бы сказал, что эпизод достаточно сбалансирован. То есть его можно спокойно играть на максимальной сложности. Экстра Криспи, или как она называется. Потому что сейчас, по сути, мы играем все нормом. Только количество противников максимум. Бооригинальная игра там была очень жестко. Последние слова заклинания произнесены. И... Нас пропускают вперед. По противникам. 75 из 83. Я знал, что ты закрепился здесь. Отбрыск мистера Сойера. Калеб отомстит. В лицо просто получаешь выстрел. Хороший, плохой. А, главное, у кого ружо. Проходим дальше. Хе-хе-хе. Неплохо полетели, парни. В парашютную школу нужно. Что у нас дальше? Дальше очередные прыжки. Мне вот это здание не нравится. По-моему, оно опустится. И под ним будет кто-то посерьезнее. Когда я совершу прыжок. Поэтому мы подготовимся. Я нажал плиту. Так и происходит. Парни, что? Слишком сильно. И тут еще один телепорт. Патронов уже, кстати, мало. Давай. Время Теслы, наверное. Да, уровень серьезный. Очень в карпатских этих горах. Вот сюда куда-то идем. Под воду еще надо будет прыгать. Но тут, наверное, мистер Томми должен работать. Для начала дадим мину. Это выход с уровня. Неплохо, джентльмены. На этом заканчивается история о очень медленном убийце с очень медленной вилкой, которая погнулась под мерзким заклинанием некроманта Сойера, Эсквайера и джентльмена. В следующей серии Калибр зайдет на восьмой уровень. Судя по всему, подводный. Кстати, тут два секрета не нашел, но перфект мог бы получить. В следующей серии увидимся. Блад, Криптик Пассаж. Мы ближе и ближе к своей цели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok